На театральной площади города в минувшие выходные состоялась выставка-ярмарка товаров. Приурочена она ко дню российского предпринимательства. В этот день собрались представители малого и среднего бизнеса Славянского, Темрюкского, Красноармейского, Крымского районов, чтобы представить посетителям выставки свои товары и услуги, начиная от продуктов питания до строительных материалов. На территории Славянского района работает около 6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают рабочие места для 35% населения района. Малый и средний бизнес – это треть доходов в местный бюджет, отметил председатель районного совета Григорий Литовко, открывая выставку товаров малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес – это треть доходов в местный бюджет. Предприниматели отличают особое качество. Все они инициативные, предприимчивые, энергичные люди. Сегодня многие объединяются, создают ассоциации, делятся своим наработанным опытом. У нас в районе развито социальное партнерство бизнеса и власти, благодаря которому решается немало вопросов социальной сферы и благоустройства территорий. В этот день на площади было особенно многолюдно. Ежегодно ко дню российского предпринимательства в Славянске-на-Кубани проводятся выставки товаров народного потребления местных производителей. А в этом году свою продукцию представили не только производители Славянского и близлежащих районов. В ярмарке приняли участие предприниматели Республики Крым, представляя город Керчь. Наши гости производят диетические добавки и натуральную косметику из даров моря. Надеются, что их продукция понравится на новом для них рынке. Произошло довольно серьезное историческое событие – воссоединение Крыма с Россией. И вот приятно приехать теперь сюда. Для нас это совершенно новый рынок. И надеемся, что будем сотрудничать очень плотно и плодотворно. Всего свою продукцию представили более 50 участников. Тротуарная плитка, деревянная мебель, цветы, кованые изделия, элементы благоустройства, детские площадки, а также продовольственные товары. Все это и многое другое можно было увидеть на главной площади города. Я считаю, что все очень организовано хорошо. Я желаю, чтобы те предприниматели, которые не приняли участие, пожалели о том, что они не приняли. И людей много, и заявить о себе. Я считаю, что это трибуна такая, где можно заявить о себе, показать, кто на что способен и гараж, и привлечь покупателей. Поэтому я желаю всем в дальнейшем участия в таких мероприятиях предпринимателям. Ну а заодно поздравляю всех с Днём Российского предпринимательства, всем успехов в бизнесе, удачи, процветания и всех-всех хороших дел. В этот день свою продукцию представил завод по производству вина «Зао Славпром», сотрудники которого проводили дегустацию для всех желающих. Главная задача предприятия – выпуск качественного натурального продукта, отвечающего вкусу самого взыскательного покупателя, говорит начальник отдела сбыта Юлия Терехова. Мы отвечаем за своё качество, за свою продукцию, за свой товар. Значит, у нас единственный завод в России, который производит кошерное вино. В США принято называть кошерное вино – это аналог качества, то есть это стопроцентное качество. У нас, значит, в ассортименте очень много вина – полусладкие, полусухие, сухие десертные, креплённые. Новинка у нас сейчас – креплённые вина, сангрия, очень вкусный напиток, лёгкий. Зона высокоскоростного интернета Wi-Fi стала настоящим сюрпризом для посетителей выставки. В этот день компания «Телецентр» предоставила жителям Славинского района возможность качественного выхода в интернет бесплатно. Также можно было подключиться к кабельному телевидению. Компания «Телецентр» существует на рынке коммуникационных технологий уже три года. Директор компании Алексей Мирошниченко рассказал, какие ещё услуги они могут предложить клиентам. Сейчас запущен цифровой пакет, то есть владельцы больших телевизоров, огромных просто плазм, смогут смотреть кабельное телевидение в высоком качестве. Значит, по интернету у нас предоставляем эту услугу по оптоволокну с использованием современного коммутационного оборудования фирмы ЦИСКО. Что это позволяет? Это позволяет предоставлять услуги с высоким качеством, с большим набором скоростей. Ну и совершенно верно, что цена у нас не такая дорогая. Больше всех посетителей можно было увидеть возле павильона компании ООО «Кредо». Мороженое в этот день раздавали всем желающим бесплатно. Мимо не проходили дети и даже взрослые. В Славинске-на-Кубани компания работает уже три года. На выставке они представили 50 сортов мороженого, среди которых были необычные виды лакомства, а некоторые даже с перчинкой. Китайский зелёный чай, чили. Мороженное мороженое, хлебное мороженое. Такого нет нигде. Я вам точно говорю. Мороженое со вкусом холла. В рамках деловой программы выставки предприниматели делились опытом. Также были достигнуты договорённости на поставку кубанской продукции на Крымский полуостров. Ежегодные конкурсы на звание лучшего предпринимателя и такие выставки товаров и услуг дают возможность жителям приобрести продукцию по доступной цене, тем самым сделав выбор в пользу местных предпринимателей не только на выставке, но и в дальнейшем. За активное участие в выставке предпринимателям были вручены благодарственные письма от имени главы района Романа Сенеговского. А выступление творческих коллективов городского дома культуры стало хорошим продолжением дня для всех присутствующих. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Д'Акс tôrgy! Продолжение следует...